Добрый день, добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой youtube канал и в этом видео я расскажу ваш гороскоп на январь 2024 года. Дорогие, наливайте себе что-нибудь вкусненькое, присаживайтесь поудобнее и я буду рассказывать. Друзья, если вы первый раз на моем канале, то пожалуйста поставьте вот здесь колокольчик, подпишитесь, для того чтобы не пропускать новые ролики, их будет много, после всех гороскопов на январь 2024 будет новогоднее чтиво, как я люблю это говорить, гороскоп для каждого знака зодиака на високосный 2024 год. Лично у меня этот год обещает быть плодотворным, продуктивным, поэтому информации полезной для вас будет много, поэтому чтобы не пропустить, ставьте вот здесь колокольчик, будем работать, как говорится. Ну что начинаем? Вы готовы? Поехали! Итак, дорогие близнецы, знаю, что для вас уходящий 23 его декабрь был сложным. Знаю, что январь вы начнете в состоянии нервного напряжения, ваш управитель Меркурий находится в ретроградном положении, поэтому здесь будет сбивать с ног вообще вся коммуникация, общение с людьми, все будет идти не так, как хотелось бы, поэтому выдохните, все будет нормально, но не сразу, но не сразу. Первая неделя января будет сто процентов напряженная. Да уж, вот такой накал страстей. Как Новый год начнешь, не обязательно его продолжишь, это я. Как Новый год начнешь, так он и пройдет. Эта фраза относится к персональному году, да, то есть к вашему дню рождения, то есть какое настроение у вас в день рождения, такое настроение у вас весь год, но это про солярый годовой прогноз. А здесь, конечно же, вы начнете в напряженном настроении, в Меркурии, в ретроградности и в соединении с Марсом, будет такое злое настроение, когда захочется всех побить. Не бейте, лучше вдохните и выдохните, да, все будет нормально. Захочется предъявить претензии, чувство вины, обиды, переживания, злость, ярость, все это будет вкупе, поэтому здесь, мои дорогие, пожалуйста, просто отдыхайте, займитесь активными видами спорта, посмотрите сериал, прочитайте книгу, пустите свою энергию туда, что вы давно хотели сделать, и чтобы максимально не общаться с людьми, все пройдет. Если же энергии очень много, займитесь активными видами спорта, отдыха и тому подобное, но постарайтесь ни с кем не ругаться, потому что настроение поругаться будет на каждом шагу. Поэтому, мои дорогие, любимые близнецы, буквально несколько дней января продержитесь, уже с 5 января все станет полегче, уже не захочется ругаться, да, просто останется вот этот осадочек, и он, тем не менее, тем не менее, будет еще, еще немножко сидеть. Сложный день 10 января, когда вот эти все обиды, переживания, но я бы так сказала, он будет финальный, когда захочется прям максимально-максимально предъявить, обидеться, расплакаться и поругаться, но потом, но потом начнет сходить и расслабляться все-таки квадратура с Нептуном, перестанете не так, чтобы сразу обижаться, но, конечно же, поймете, сядьте, поговорите, и все будет хорошо. Для вообще, в принципе, коммуникации январь не скажу, что для вас будет самым потрясающим месяцем, потому что буквально вторая неделя, вторая неделя января будет попроще, хотя, как сказать, вторая, буквально там несколько денечков с 15 по 20 будет хорошо, а потом, естественно, опять Меркурий будет в соединении с Марсом и захочется злиться, хотя, если эту злость направить в работу, если эту злость направить в работу, то сам отрезок времени с 20, с 20 января и до конца месяца он будет, он будет на самом-то деле продуктивный, он будет плодотворный, потому что и Меркурий, и Марс находятся в Козероге сейчас, да, и это такой месяц, когда очень хорошо работать и трудиться, то есть работать в долгу. Можно не работать, конечно, можно понимать, что зачем это нужно распыляться и тратить время свое на агрессию, да, тогда, естественно, ну не получится получить всех тех историй, которые можно получить, да, если же все силы, злость, нервозность пустить в работу и не эмоционировать там, а именно работать, все силы и душу оставить в работе, то получится прекрасный момент, прекрасное время, получится хорошо IT-проекты, проекты в онлайне, проекты, которые связаны на модернизацию, проекты глобальные, да, планеты все, что, проекты все, что связаны с работой именно как раз-таки больших коллективов, больших сообществ, то есть можно ругаться, а можно собирать людей в сообщество, договариваться и большим вот таким комьюнити идти вперед, да, поэтому здесь, дорогие близнецы, понимаете, прекрасное время для учебы, знания будут даваться хорошо и оставаться внутри фундаментально долго, да, то есть прекрасное время для того, чтобы сделать, что давно хотелось, не получалось, на что вы распылялись, гулялись, в Меркурии как раз-таки ваш управитель заземлиться в Козероге, здесь будет думать о том, что действительно нужно, то есть о плановости, да, конечно же не захочется вот так вот, когда Меркурий идет по Козерогу, для многих тяжеловато, но вам этот момент в жизни необходим, потому что в конце месяца обязательно-обязательно пойдут такие квадратурки с кармическими узлами, здесь придется делать то, что давно откладывают, договариваться путем труда, переговоров, коммуникаций, от которой не нужно уходить, то есть нельзя уже больше прятаться, поэтому здесь большие, тяжелые, сложные проекты с большим количеством людей, очень даже хорошо, очень даже прекрасно, то есть не нужно, не нужно ругаться для того, чтобы ничего не делать. И что касается личной жизни, не скажу, что январь будет самым благоприятным месяцем, конечно же, конечно же, захочется уединения, захочется миролюбия, но захочется взаимопонимания как минимум, да, и это то самое, чего будет не хватать, первая неделя января будет сложной как раз-таки на взаимопонимание, потому что захочется вообще куда-то убежать, убежать от проблем, убежать от задач, который необходимо решать от обязанности, от ответственности, да, захочется просто не проводить вместе праздники, выходные, как угодно называйте, да, захочется оказаться на другой планете, но нет, ребят, момент такой, что да, сложно, есть, конечно, соблазн сбежать, но необходимо навести, постараться, как минимум постараться, навести контакт, построить самоотношения, хотя бы вернуться в ту точку невозврата, я так хочу сказать, для того, чтобы не напылить, не изрушить отношения, да, вторая, третья неделя января будут в принципе, в принципе не такие сложные, на фоне первой и последней, да, в последней неделе января разворачивается уран, здесь захочется вообще забыть, что были какие-то обязательства и ответственность, захочется все изменить, начать все с нуля, с чистого листа, и я вам говорю, не надо, не надо, если же вы, если же вы разорвали свои отношения в августе, в августе 23 года, тогда эти истории, прошлый, старый, начнут всплывать как раз-таки на развороте урана, только он уже будет из ретроградного движения разворачиваться в директного, и это с 24 января по 1 февраля будет эта история продолжаться, потом, конечно же, продлиться, совершенно в новом русле все пойдет по-старому, как и было, поэтому, дорогие мои, месяц для вас в любовной сфере будет так себе, вторую, третью неделю будет небольшое затишье, будет немножко попроще, полегче, но я вам не скажу, что месяц такой лайтовый, да, в отношениях-то уж точно он не будет таким, да, поэтому думайте, что вы говорите и делайте, да, обязательно, обязательно обговаривайте это с партнером, для того, чтобы не потерять коммуникацию и не бегите в конце месяца там в новые отношения, заводить отношения нового романа, конечно же, это так себе история на развороте урана, поэтому здесь подождите, не бегите в ЗАГС, не расписывайтесь, никакие договоренности новые не делайте, потому что все, что сделано на развороте урана, забудется после его разворота, поэтому, мои дорогие, выдыхайте, понимайте, что ответственность не только перед собой, но и перед партнером она есть, и необходимо следовать четкому плану по жизни, не только в работе, но и в отношениях, и в любви, это та сфера, над которой необходимо работать, хоть это и сложно вам дается, мои дорогие, да, но ваша задача всей жизни это построить отношения в партнерстве, то, что вам сложно дается, то, что вы делаете не очень хорошо, если вы посмотрите вокруг себя, то вы узнаете, очень много близнецов, которым не удалось прожить с одним человеком всю жизнь, да, это очень редкий случай, большинство близнецов разрушают свои отношения, да, поэтому здесь, мои дорогие, я бы так сказала, это такая основная ваша глобальная кармическая задача, да, это построить личные отношения, построить отношения, создать семью, создать приятный, добрый, теплый, уют, и в этих отношениях проходить все сложные этапы коммуникации. Для близнецов построить отношения, это очень сложно, потому что я вас прекрасно понимаю, мои любимые, потому что у вас же энергии столько много, вы же можете со всем миром общаться, и любовников может быть сколько угодно, зачем вот с одним всю жизнь, да, но в этом-то и есть ваша сила и слабость одновременно, что ваши основные кармические задачи в этом воплощении, потому что вы близнецы в этом воплощении, да, поэтому здесь, конечно же, вам хочется быть разными каждый день, экспериментировать, что-то новое, что-то интересное, быть и там, и здесь, и естественно, брак, семья, это то место, которое вас заземляет, но я вам так скажу, это то самое заземление, которое вам необходимо, это то самое сложное, что вам дается в этой жизни, но если вы будете медленно, но верно строить отношения с одним партнером, создавать семью, рожать детей, да, то есть ваша семья будет расти, вы будете понимать, почему, зачем, для чего, ну то есть глобальную в этом цели вы будете понимать, что да, семья это то самое, что вас балансирует и стабилизирует в этой жизни, потому что все остальное, работа, проекты, продажи, сотрудничество, это все меняется, меняется очень часто, меняется очень быстро, как и декорации вокруг вас для вас, куда-то переехать, это проще простого, да, переехать с семьей, это очень сложно, да, для вас, поэтому усложняйтесь и в этом именно плане, в семейном плане, делайте что-то вместе, потому что энергии у вас очень много, и ваша жизнь в основном, она рушится из-за того, что у вас очень много энергии, и вы ее не прикладываете в сложных каких-то делах, прикладывайте свою энергию в сложных делах, например, переезжайте вместе с семьей, потратите просто Эльбрус своей энергии, да, и будет, зато все остальные сферы жизни не разрушите, потому что абсолютно типичная близнецовская история, когда вы рушите все сферы своей жизни, полностью начинаете все с нуля в каком-то новом месте, новый круг друзей, знакомых, потому что энергия с вас шарашит, да, вот такой вот интересный молодой знак, который постоянно молодой, то есть я не просто так говорю, близнецы это молодой знак зодиака, это тот знак зодиака, который вечно молодой, но вам необходимо немножко задумываться о будущем, то есть у близнецов нет вчера и нет завтра, то есть они живут в настоящем и живут свою жизнь, вот прям классно сейчас и здесь. Необходимо усложняться и усложняться в тех моментах, которых вы не очень-то любите делать, потому что вы считаете их очень сложными и для вас неприемлемыми. Это такая мощная, сложная кармическая задача, которую я бы вам посоветовала, посоветовала заняться в январе, как раз для этого будет самое время, потому что следом за ним идет февраль месяц, когда все очень быстро и очень кардинально меняется и уже не будет у вас столько времени задуматься о своих задачах, своих задачах по жизни, кто вы есть, куда вы идете, поэтому январь это месяц, когда нам необходимо подумать, кто мы, куда мы идем, зачем мы идем, кем мы хотим стать, о наших сложностях, почему они одни и те же в этой жизни, почему мы не пришли туда, куда мы хотим на самом деле. И да, дорогие близнецы, вот прям сядьте и подумайте, куда вы хотите прийти на самом-то деле, цель вашей жизни, каким человеком вы хотите стать, какие ваши основные желания, не просто такие потребности каждодневные, базовые для такого веселительного временипрепровождения, для того, чтобы просто прожигать туда-сюда, да, двигаться, как броуновское движение, а для того, чтобы кем-то стать, прийти к какой-то цели, к финальной цели, да, но суть здесь не просто куда-то идти, а суть в самом пути, чтобы этот путь был качественным, он был интересным, для вас немножко сложноватым, потому что вам не хочется усложняться ни в коей мере, поэтому здесь усложняйтесь, не бойтесь этого, вам будет это только на пользу. Итак, дорогие близнецы, это был гороскоп на ваш январь 2024 года, месяц, который будет в какой-то степени выводить вас из своей тарелки, месяц, который будет постоянно агрессировать вас, месяц, который будет подстегивать для того, чтобы начать делать свою жизнь качественной, для того, чтобы ее качественно усложнять, заземляться, когда вы пойдете немножко другим путем, не тем легким, которым вы шли всегда, когда вы начинаете думать о будущем, когда вы начинаете думать созидательно, не просто распыляя свою энергию, а именно как раз-таки используя ее во благо не только себя, но и своей семьи, домочадцев, любимых и детей. Поэтому, мои дорогие близнецы, это был ваш общий гороскоп на январь, следуйте рекомендациям, думайте о сложном, обязательно, обязательно общайтесь, коммуницируйте, не ругайтесь, это не приведет ни к чему хорошему в этом месяце, поэтому понимайте, что вы делаете и говорите. Дорогие, если у вас остались вопросы, оставляйте их здесь в комментариях под этим видео, я обязательно на них отвечу, если вы при этом оставите свою дату, время и место рождения. Ну и, конечно же, сам вопрос. Если же вопрос у вас очень личный, вы не хотите, чтобы его видели все, в ссылке в шапке профиля, ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, будем лично беседовать о вас. Спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующем ролике.